В этот день 7 апреля 1803 года в газете Санкт-Петербургские коммерческие ведомости впервые использовано понятие «железная дорога» вместо общепринятого «чугунная дорога» или «чугунка». В этот день 7 апреля родились Дмитрий Философов, литературный критик, публицист, редактор знакового журнала «Мир искусства», один из идеологов «Белой миграции», Александр Добрыжанский, Георгиевский кавалер, командир 1-й в русской армии бронированной пулеметной автомобильной роты. Последний русский император проявлял немалый интерес ко всевозможным техническим новинкам. Любил автомобили. 14 октября 1914 года Николай II оставил такую запись в дневнике. Вторник шел мокрый снег. В 11 часов на дворцовой площадке мне представилась только что сформированная автомобильная рота с 47-мм пушками и пулеметами с стальными щитами. Она уходит в поход. Это была первая в России одна из первых в мире отдельных частей бронеавтомобилей. Командовал ею гвардеец полковник Александр Добрыжанский. Александр Николаевич был не только главным инициатором такого необычного рода войск, но был и немного изобретателем. Эскизы первых брендированных авто рисовал сам. Воплощал их в жизнь инженер-механик Грауэн. За основу были взяты иностранные грузовики и мощные отечественные руссобалты. Толщина бронелистов до 5 мм, что уберегало от всяких пуль, выпущенных с расстояния не ближе 400 метров. Добрыжанский разработал еще и пушечный автомобиль, и вскоре с Германского фронта пришла новость. В количестве около двух род неприятель залег в окопах левее дороги, но был весь уничтожен огнем автомобильной пушки. Это был первый случай использования новинки в армии. Государь внимательно следил за происходящим по сводкам, вскоре направил в роту телеграмму. Радуюсь и благодарю за доблестную службу. Автомобильная рота в царской армии была воистине элитным подразделением. О том говорит и количество георгиевских наград. 172 для нижних чинов, 8 офицеров получили высокую награду дважды. Это результат выдающийся. 7 апреля 1892 года родился Александр Понятов, русский инженер, белый мигрант, создатель первого в мире видеомагнитофона. В 1661 году Понятов получил премию «Оскар» за вклад в видеотехнику. 7 апреля 1920 года Кавказский фронт Красной Армии нанес решительное поражение войскам белого генерала Денисов. К этому времени положение белых на фронтах гражданской войны было очень тяжелым. Колчака победили в Сибири, на юге красные взяли Ростов и Донецк, а генерал Деникин отступал за Дон. Красноармейцы пытались с наскока добить деникинцев, но не получилось. Тогда командующим войсками стал Михаил Тухачевский, один из самых талантливых полководцев большевиков. Силы на Кавказском фронте к началу 1920 года были примерно равны. 50 тысяч солдат у белых, 47 тысяч у красных. Но большевики вернее распределили силы. Кавказский отряд Буденова разбил кубанскую донскую армию в битвах у станицы Тихорецкой. Вдобавок навстречу отряду Буденова выступил отряд генерала Павлова. Но белые выбрали левый, незаселенный берег реки Маныч. Там негде было отогреться и пополнить запасы. В итоге больше половины солдат погибли в походе. У станиц Торговой, Шаблиевской и Горлыкской белые потерпели новые поражения. 40-тысячный добровольческий корпус Деникин отступил к побережью Черного моря. Там уже ждали два корабля Антанты, на которых выжившие перебирались в Крым. Последний оплот белого движения в империю. 7 апреля 1931 года родился Леонид Келдыш, физик. Советская физическая школа считалась одной из сильнейших в мире. В этом есть заслуга таких людей, как Леонид Келдыш. Будущий физик вырос в семье математиков. Широко известен его дядя Мстислав Келдыш, долгое время президент Академии наук. Сам он окончил физвак МГУ, потом аспирантуру физического института. Научным руководителем Келдыша был Виталий Гинсбург, в будущем лауреат Нобелевской премии. Келдыш стал физиком-теоретиком, создавал математические модели физических явлений. Так, буквально на кончике карандаша он предсказал физическое явление, сдвиг края поглощения в кристаллах в электрическом поле, который потом назвали эффектом Франца Келдыша. Это стало важным шагом в развитии спектроскопии полупроводников. И это только одно из множества открытий Леонида Вениаминовича. Долгое время Келдыш был заведующим кафедрой квантовой радиофизики МГУ. Леонид Вениаминович подготовил 20 кандидатов наук и 10 докторов наук. На учебниках Келдыша учились поколения физиков-теоретиков. Таким был этот день 7 апреля.